Привет! Хочу прочитать вам мой новый рассказ из серии Ишикоку, называется «Переполох на Титанике». Ишикоку сидел в салоне бизнес-класса Нью-Йорк Хельсинки и смеялся как Бивис, пересматривая фильм «Титаник». Рядом сидела бизнес-леди с грудным ребенком. Она обеспокоенно смотрит на него. «Как можно? Столько людей погибло!» Начали показывать сцену, где Ди Каприо сел за роскошный стол с Роуз, ее рогоносцем-женихом. Ишик-чуть не подавился от смеха. Упкорн упал на пол, на глазах появились слезы. «Титаник» шел по спокойному океану, точно черный сверкающий айсберг. В каюте люкс-класса собрались хорошие подруги. Они наплясались до бессилия, а теперь травили байки. Подкалывая друг дружку, безудержно смеясь. Бетти Уайт из Елабуги праздновала юбилей. Ей исполнилось, хоть это и неприлично говорить, 250 лет. Да-да, вы не ослышались. И да, она ведьма. «Вот тебе, наша дорогая Бетти, подарок!» Внезапно обратилась к ней альбиноска Гебура. «От нас всех!» «Что это?» «Дрожащими руками взяла Бетти коробочку. Тяжелая вещица!» «О, бусы!» «Аквамарин!» Улыбнулась Бетти. «Аквамарин в океане!» «Как это символично, мои хорошие!» Засмеялась она утробно, по-настоящему. «Хо-хо-хо-хо!» «Да, драгон!» Сказала Аферта. «Самая старшая ведьма!» «Тот самый Адрагон!» Выпучила глаза Бетти. «Они же утрачены!» «Я читала, их уничтожили после того случая с Нефертити!» «Но как?» «Колье утрачено, но камушки-то остались!» «250 лет, не каждый день исполняется, моя милая!» Обняла ее Афетта. «Веселись, наслаждайся, но отдыхать не забывай!» Засмеялся весь Шабаш. «Ха-ха-ха-ха! Не забывай есть и спать, милая Бетти!» Шумели, гудели подруги. Как стукнуло четыре утра, поднялись на верхнюю палубу и разлетелись по домам. До материка путь не близкий. Осталась Бетти Уайт одна. Грустно ей, что так редко удается собраться. Бетти Уайт ворочалась. У нее никак не получалось уснуть. На изящном столике стояло подтаявшее мороженое. В длинном бокале пузырилось недопитое шампанское. «Тысяча чертей!» Как жарко улыбнулась Бетти и нажала на кнопку сервиса. Она немного подкрутила термостат, стало еще жарче. В дверь постучали. Молоденький портье сонно смотрел на нее. «Посмотрите, мой обогреватель, пожалуйста. Жарко, как в аду!» Сказала Бетти серьезно. «Секунду, мэм!» Подошел портье к термостату. «Он у вас на полную! Конечно, тут жарко!» Я люблю, когда тепло закрыла Бетти дверь и сунула руку в карман пушистого халата. Нащупав аквамарины, что-то пробормотало. Портье в ту же секунду развернулся. Его карие глаза смотрели на нее двумя ромашками, излучая любовь и сострадание. Будто весь мир повернулся к Бетти лицом. «Надоело в номере!» Вытряхнула Бетти из номера парнишку. «Пойду лучше на воздухе позавтракаю». Портье так и шатался за ней, пока она его не заметила. «Хорошо, что я помню заклинание обраточку, а то как хвост, ей-богу!» «Изумительные у вас завтраки!» Воспользовалась салфеткой Бетти. «А почему в номер приносят такую бяку?» «У обслуживания в номерах своя кухня!» Извинялась официантка. «Там помощник повара работает, а он между нами не очень хороший работник. Заворотник любит заложить». «Спасибо!» Кивнула Бетти и дала девочке денежку. «Если завтра будет так же, удвою!» Идет Бетти по роскошному коридору, довольная после такого завтрака. Наконец-то спать захотелось. Еще немножко и баеньки. А тут прямо из-за угла коридора наскакивает на нее девушка. Сама смеется что-то, и своей изящной ногой прямо на ногу Бетти наступает. «Да так больно!» В туфлях она была, а Бетти в тапочках вышла. «Ой-ой!» Сморщилась Бетти, но про этикет не забыла. «Проститесь!» А девушка смеется и не смотрит даже, будто ничего и не было. Посильнее сжала руку кавалера и тянет. На завтрак, видно, идут. «Роуз, что тут надо сказать?» Говорит кавалер с улыбкой. «Ну, Калидон, ну, милый, я есть хочу!» Кокетничала Роуз. На Бетт ноль внимания. Дальше идет, а потом уже за спиной тихо говорит. «Я же не виновата, что она весь коридор заняла!» Опять Бетт лежит, ворочается. Эта мерзавка Роуз из головы у нее не идет. Вот же нахальная еще и смеялась. Прошептала Бетт заклинание засыпалочку и уснула. Вечером Бетт оделась специально для ресторана. Хорошее настроение, все вокруг красивое, роскошное. Ах, что за вечер! Смотрит, а та Роуз из коридора теперь в ресторане стоит, в окружении каких-то мужчин. И Калидон при ней в хорошем фраке. Бетт присела у бара, заказала воды. Смотрит на Роуз. Она, похоже, по жизни такая беспечная. Молодая кровь, что тут поделаешь? И тут их взгляды пересеклись. Девушка немножко смутилась, а потом на Калидона смотрит и говорит. Вот только Бетт за 250 лет жизни научилась по губам читать. В веер нужно говорить, чтобы ведьма не подслушала. Дурочка. Помнишь ту бочку из коридора, которая нас чуть не раздавила? Обратилась Роуз к Калидону. Вон стоит. Боже, какое вульгарное платье. Разоделась, как продавщица. Бетти Вайт рассверепела. Она была готова потратить всю свою манну, чтобы разорвать эту фифу на куски. Ну погоди же у меня, Роуз. Просто убить тебя будет мало, я тебе устрою. Сжала Бетт кулаки так, чтобы пальцы побелели. Бетт будто проснулась. На Титанике не так уж много интересных занятий. Она нашла себе интересное. Она стала искать самого нелепого, уродливого оборванца, которого даже в третий класс пустили со скрипом. И нашла Джека Долсона. Он ковырялся в носу, когда она его заметила. Роуз вдруг разлюбила своего Клидона Хокли. Их будущее замужество показалось ей расчетом. Но, уверяю вас, это вовсе было не так. Заклинание называется перевертыш. Очень коварное заклинание, для которого как раз-таки требуется такой мощный предмет, как андрагон. Все остальное в фильме показано в принципе верно. Вот только, как вы, наверное, поняли, Джек Долсон вовсе не был Ди Каприо. Роуз поражала всех своей переменой. Стала таскать везде с собой это недоразумение Джека. Похожего больше на воробья, чем на мужчину. То тут, то там на корабле возникали эсцессы. То в гараже, то в ресторане. Роуз настолько обнаглелась, что потащила Джека в их с Хокли совместную каюту. А когда жених дал ей пощечину, схватила Джека за лапку. Да, именно лапку. Джек был на самом деле худой, как дрыщ. И убежала к третьему классу. А Бетти Вайт наблюдала за всем этим безобразием и тихонечко хихикала. А что за аквамарин? Чудесный все-таки подарок. Иши досмотрел Титаник и протянул руку к чемодану. Проверяю, на месте ли он. Внутри лежал андрагон. Да-да, тот самый аквамарин. Конец.